Процесс реорганизации двух предприятий завершен. Технически и организационно все прошло хорошо. Весь имущественный комплекс КБУ полностью перешел в ДЭП, сокращений сотрудников КБУ не было, их зарплата и условия труда не ухудшились. С этого начала свой доклад председатель КУМИ Людмила Тырсина, отметив также, что объединение было неизбежным. Это аналогичные виды деятельности, оптимизации всех процессов. На сегодняшний день, если так для интереса, находится на законопроектном принятии, который в течение 2019 и 2020 года мы с вами все МУПы каким-то образом будем реорганизовывать. Мы будем выходить. То есть ни одного МУПа к 2021 году, согласно этому законопроекту, не останется. У бывшего директора КБУ отношение к этому объединению негативное, о чем он прямо заявил депутатам. Суренов Сипян признался, что он не видит экономического обоснования этой реорганизации. По его словам, ему не предоставили никаких расчетов, доказывающих, что укропнение предприятия будет эффективным. Только сейчас можно после того, как похоронку получили, выпили за упокой, только можно сказать, что поживем увидим. Потому что я уверен, что этого эффективности не будет. Опроверг Суренов Сипян и то, что при слиянии двух предприятий не произошло сокращение штата КБУ. По его словам, 15 человек уволились, потому что их не устроили новые условия труда. Еще семь попадают под сокращение. Да и сам Сурен Карленович, которого на комитете депутатам представили как заместителя директора ДЭП, с 30 ноября на укропненном предприятии не работает. Я тоже с завтрашнего дня уволен. В связи с моим желанием. Обсуждая судьбу объединенного предприятия, депутаты также подняли вопрос асфальтного завода, который с 2000 года находится в хозяйственном ведении ДЭП. Предприятие держит 70% его акций и с 2013 года получает дивиденды. За последние пять лет это примерно 12 миллионов рублей. Для предприятия, которое балансирует на грани финансового выживания, это ощутимое подспорье. Однако этого дохода, как выяснилось, ДЭП в скором времени может лишиться. Поступило обращение о том, что администрация города хотят забрать 70% данных акций до асфальтного завода. Хотелось бы понять, зачем тогда, какой ДЭП без асфальтного завода. Основная мысль – это включить в план приватизации, продать очень неплохо, получив доход в бюджет. Это предприятие, хорошо работающее, зарабатывающее прибыль, которое можно очень хорошо приватизировать и получить доход в бюджет города Сарова. Многое в деятельности завода удивляет директора ДЭП Сергея Куприкова. Будучи держателем 70% акций и входя в совет директоров завода, он не всегда в курсе того, что там происходит. Так, например, запросив отчёт о финансово-хозяйственной деятельности завода за 2017 год, он получил 8 его вариантов. Если в первом отчёте была прибыль показана 120 тысяч, то после проверки и без не было приложено аудиторского заключения, то после этого проверки аудитором уже прибыль выросла до 2 миллионов. За счёт того, что выросла эта прибыль, мы получили дивиденды 1 миллион 300, которые получили в этом году, которые нам так необходимы. А ещё из этого отчёта Сергей Куприков узнал, что, оказывается, руководитель завода, не ставив известность ДЭП как учредителя, в 2017 году заключил договор подряда. Эта ситуация вызвала столько вопросов у депутатов, что они попросили контрольно-счётную палату провести полную внеплановую проверку деятельности асфальтного завода и решили вновь вернуться к обсуждению судьбы объединённого предприятия уже на ближайших заседаниях. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.